Добрый вечер, уважаемые граждане! Продолжаем нашу юридическую рубрику «Я и право». Дело в том, что по спорам, связанным с детьми, это очень сложный спор. Если на первый взгляд вы думаете, что это легко решается, да нет. В судебном порядке ее доказать, что дети должны оставаться с матерью или с отцом при наличии спора, очень тяжело. Вы не забывайте, что в этом случае суд должен дать оценку тому, у кого лучше детям будет. У родителей, которые раздельно проживают, у мамы или отца. Дело в том, что в первую очередь, конечно, играет жилье, наличие жилья. В вторую очередь играет наличие дохода, заработной платы. И в третьей очереди атмосфера, где они там будут проживать. Если, допустим, у вас есть квартира, доход, рядом школа, к примеру, а у матери, допустим, нету ни квартиры, она поживет на квартире, или у родителей не работает. Естественно, здесь суд всегда предпочтение отдает, в этом случае, тому родителю, где детям лучше. Хотя, фактически, первоначально, еще до начала судебного процесса, суды всегда бывают сторонники на стороне мамы. Почему? Потому что это мать. В ходе процесса, когда выясняется, я не исключаю только возможность, как у нас практика уже показывает, иногда детей оставляют с отцом. Это все зависит, я же говорю, в каких условиях, как там жить, есть ли помещение, есть ли отдельные комнаты, имеются ли отдельные комнаты, материальные будут ли они обеспечены. Все это играет роль. Поэтому это все зависит от споров, которые у вас будут в суде. Уважаемые граждане, дело в том, что, когда вы покупаете недвижимость, технические документы, да и зеленки, всегда бывает указана фамилия одного собственника. Мать или отца. Или ваши, или ваши супруги. Дело в том, что это называется титульный собственник. Нет, обоих супругу и супруга записать туда невозможно, потому что это одно целое. Можно, если в долевых вы покупаете. Одна вторая часть на маму, то есть на супругу и одна вторая часть на супруга. Если вот так покупаете, можно указать обоих. Но если вы недели отцельное домостроение покупаете, это может быть оформлено на супругу или на супруга. Это во-первых. Во-вторых, если вы даже получаете кредит, пусть она получит или он получит, значение имеет. Это кредит полученный во время брака. В дальнейшем, если вы приобрели дом или квартиру, это приобретено во время брака. Это общие деньги. И если даже вы расплачиваетесь за этот кредит, то вы расплачиваетесь общими деньгами. Пусть ваша супруга, допустим, не работала, к примеру, но она же могла ухаживать за детьми. Она же могла как-то нести лепту, связанную с погащением кредита. Одним словом, это доказать очень тяжело будет. Даже почти, что скажу я, невозможно. Хотя практика судебно показывает, что иногда это тоже возможно. Поэтому все, что вы получили в кредит во время проживания, это является общими деньгами. Если вы приобрели недвижимость, это является общим. И подлежит разделу. Если вы кредит полностью не погасили, какая-то сумма, это тоже после расторжения брака делится на две части. Поэтому все, что во время брака, это общее. Уважаемые родители, дело в том, что споры о детях у нас в последнее время очень часто в судах. Я сталкиваюсь, слышу. Дело в том, что, понимаете, фактически вы как родитель, вы как родитель имеете право, равное право на детей. Но при наличии спора, это вопрос разрешается в суде. Да, в моей практике было такое, что отец ребенка, не спросил у бывшей супруги, где ребенок прожил, забрал к себе. В данном случае она обратилась и с похищением, и кражей ребенка. Но когда выяснилось, что это отец и законные права на это ребенка имеют, а не чужого человека, естественно, возбуждение уголовного дела было отказано. Да, в таких случаях мать может заявить, и что похитили, и что украли. Но отец ребенка имеет такие же права, как и на ребенка. Мать имеет права. И хотя ребенок может проживать вместе с матерью. Вы всегда, когда разрешаете такие вопросы, если у вас споров нет, я вас очень прошу, эти вопросы разрешите обоюдно, чтобы у вас спор не возник, где будет находиться в эти выходные или каникулы ребенка. Ну, при наличии спора, конечно, уже определяется порядок общения с ребенком. Вопрос стоит в том, если отец заберет, не спросил у супруги, будет ли это считаться преступлением. Нет, конечно, не будет. Если даже мать заберет, тоже так же не будет. Но это еще не значит, что надо пользоваться этим за то, что не будет возбуждено уголовное дело, и как вы хотите поступить с ребенком. Лучше определить порядок общения с ребенком. Пожалуйста, если ребенок проживает с отцом, то определить порядок общения с матерью. А если наоборот, то определить порядок общения с отцом. На основании этого решения, пожалуйста, в любое время вы подходите и заберете ребенка. Если другая сторона противится этому, то в этом случае существует у нас судебный пристав, в котором могут обязать родителей, обязать родителей, чтобы они выполнили решение суда. Иногда бывает такое, что супруг, который должен платить алименты и который находится исполнительный лист у судебных приставов и при наличии задолженности, пусть маленькой или большой, обращается к бывшей супруге и уговаривает ее, чтобы она забрала исполнительный лист. Естественно, при подаче заявления об отзыве исполнительного листа, она пишет, отзываю исполнительный лист. Без дальнейших действий, и обычно, как пишут они, задолженность отсутствует. То есть фактически вся задолженность, которая была накоплена за какой-то промежуток времени, она этим заявлением перечеркивает задолженность. Естественно, до этого следует, что отец обещает, я выплачу, я отдам деньги, как обычно бывает, но иногда обманывает. А потом уже, когда она проснулась, образно говоря, через полгода, год, когда она поняла, что никаких денег не получит, она заново обращается. Но увы, с момента прекращения того исполнительного производства, все средства, которые там были, они, так скажем, сгорели. Вы можете обратиться с заявлением уже с этого момента подачи, чтобы определили задолженность. Ну, если вы укажете заявление за предыдущие три года, если, допустим, укажете за предыдущие три года, тоже также может быть взыскана задолженность. Но не с момента вашего отзыва. До этого момента, далее, за предыдущий период времени, взыскиваться алименты уже не будет. Поэтому до совершеннолетия любая супруга или супруга имеет право обратиться к судебному производству для предыдущего исполнения при предъявлении заявлений и исполнительного листа. Это не ограничивает, что они все забрали, а завтра нельзя предоставить исполнительный лист к предыдущему исполнению. Любое время она имеет право на это. Уважаемые граждане, я уже говорил о том, что действительность уже, так, если взять 2015 год, фактически в каждой квартире, в каждом доме должны быть установлены все приборы учета. Имеется в виду на холодную воду, на горячую воду, на газ, на электричество. Уже это вменено государством вашей обязанности. Фактически сегодня от того, что у вас дома не только приборы, выигрывает только лишь коммунальная служба. Если вы, допустим, поставили бы на воду прибор учета, то вы определили бы, сколько вы израсходовали. Фактически сколько израсходовали, столько вы и заплатили бы. И нет у вас дома прибора учета, то вам придется платить по нормативу, но она очень превышает от фактических обсередлений. Имейте в виду, если вы день на семью израсходовали, пусть 200 литров, 5 человек, 200 литров израсходовали, а по нормативу это уже тонна 200. Вот теперь посчитайте, где разница. Если вы установите прибор учета, вы за месяц ее оправдаете. За месяц. Также связано с газом, также связано с электричеством, с горячей водой. Жаль, что у нас нету прибора учета на отоплении. Жаль. Или нету таких теплодатчиков, которые, они включались бы на горячую воду при определенной температуре. А то у нас как бывает, мы горячую воду открываем вроде бы в кранах, она полчаса еще холодная идет или теплая бывает, но не горячая. Но увы, сегодня этого у нас в розничной продаже нету, может она завтра появится, но сегодня вам приборы учета обязательны. Обязательны. Поэтому контролеры, которые ходят к вам, предупреждают или заставляют вас устанавливать, они правы. У вас дома должны быть все приборы учета потребляемых коммунальных услуг. Ну, я понял, вы в 10-м году отозвали исполнительный лист, а теперь хотите предъявить исполнительный лист предъявительным исполнением. Никаких проблем. Завтра же обращайтесь с заявлением, и заявление укажите, пожалуйста. Прошу вас определить задолженность за последние 3 года. Все. Если в 10-м году забрали, вашу задолженность будет определяться с 2012 года. То есть за последние 3 года. И после этого судебный председатель обязан возбудить исполнительное производство и вынести постановление об определении задолженности. Вот и все на этом. Все. Ну, я понял, что у вас трое детей, вот только если вопросы не указали, ваш супруг работает или чем он занимается. Если он работает, законно предусмотрено на 3 детей, 50% и не более. Имеется в виду, даже если у вас было бы 4-5 детей, 50%, более у этого гражданина заискать уже законно не предусмотрено и невозможно. Если он работает. Если не работает, ну, практика показывает у нас, если на одного ребенка, иногда бывает 1 прожиточный минимум. 2-3 детей на каждое по 1-2 прожиточный минимум. Сегодня я вам скажу, что это тоже нормальная сумма, потому что сегодня прожиточный минимум 9 плюс-минус 9 тысяч рублей. Посчитайте, пожалуйста, половину. Это умножить на трех, это где-то 13 тысяч у вас с лишним получается. Поэтому сегодня для вашего бывшего супруга это очень большая сумма, как если мы его послушаем. Но, увы, закон обязывает содержать своих детей. Поэтому, если ваш супруг не работает, то этот суд должен указать приемлемую сумму, которую возможно взыскать с вашей бывшей супругой для содержания ваших детей. Ну, за что задержали, вы тоже не указали, конечно. Может, его задержали, чтобы паспорт проверить его, или прописку, или является ли вообще вам гражданином, или для установления личности. Но если его задержали в рамках уголовного дела, то, естественно, адвокат нужен с момента вашего задержания сына. Понимаете, у нас мы пришли к тому, государство наше пришло к тому, что юридическая помощь в нашем государстве уже необходима. Сегодня даже в практику вошло такое, что семейный адвокат. Имеется в виду, семья заключается одним адвокатом, договор, который в течение месяца они как зарплату оплачивают, независимо от того, будет ли он привлечен, не будет ли привлечен. Даже такое уже у нас в Дагестане, к примеру, есть. Но в вашем случае, если вы сегодня пожалеете рубль 2-3 на адвоката, завтра это вам обойдется в несколько раз дороже. Не поленитесь, пожалуйста. Найдите адвоката, который может разрешить ваш вопрос. А еще лучше будет, чтобы адвокат был квалифицированный, хороший. И заключите с ним соглашение, чтобы он оказал помощь вашему сыну. Вы знаете, еще в 90-х годах такое практиковало, что лица, которые отсюда уезжали, обычно это русскоязычные бывали, когда уезжали, они заключали договора в устной форме, получали деньги и уезжали. А наши дагестанцы надеялись на то, что потом оформим, потом сделаем. Так это и оставалось. Или по-другому, покупающий у соседа квартиру, он где-то в городе проживает, а потом он пропадает, а еще неизвестно, где они находятся. На сегодняшний день вы эту квартиру, в которой вы проживаете, пусть даже 20 лет, переоформить на себя не сможете. Ни через суд, ни через другие органы. Если, конечно, вы не подделываете документы. Поэтому сделка, совершенная вами, тогда доказать сегодня невозможно, потому что на бумаге она отсутствует. А государство говорит, любая сделка должна быть совершена в письменной форме и зарегистрирована соответственно. Поэтому, если вы купили квартиру и не оформили свое время, сегодня вы ее оформить на себя уже не сможете. Ищите другие способы, найдите тех людей, каким-либо образом установите эти местонахождения, возьмите у них доверенность, заключите с ними договорку при продаже и оформите. Иным образом, вам этот вопрос не разрешит. На сегодня у нас все, уважаемые граждане. Желаю вам удачи, ждем ваших вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова